Сегодня в 0.15 на трассе Владимир Иванова произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три автомобиля. Грузовой «Вольво», пассажирская «Газель» и легковая «Митсубиси». В результате ДТП погибло 8 человек. В «Газели» находилось 7 «Ивановцев», 6 погибли на месте, один из пассажиров находится в реанимации ЦРБ города Петушки. «Газель» на газовом оборудовании, то есть на газу была, и в результате столкновения как раз-таки произошло сгорание. На место происшествия работала оперативная группа Петушинского гарнизона пожарной охраны, 3 единицы техники, в том числе 2 автоцистерны, оперативная группа ГИБДД, 4 единицы техники, 8 человек, автомобиль скорой помощи, 1 единица техники, 2 человека. В этом ЧС на месте ДТП работало 13 человек личного состава. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Известно, что разрешения на пассажироперевозки у водителя «Газели» не было. По словам жены погибшего, мужчина этой ночью забирал друзей из московского аэропорта. Тела после взрыва сильно обгорели. Во Владимире проводится процедура опознания. Возможно, чтобы установить личности погибших, придется исследовать ДНК. С родственниками погибших работает психолог. В областном МВД уже заведено уголовное дело по статье 264, части 5. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек. На настоящий момент отсмотрены видеозаписи, которые сохранились на видеорегистраторе автомобиля «Вольво». Из этих видеозаписей отчетливо видно, как автомобиль «Митсуби Шипачера» правым боком задевает переднюю часть грузовика. Но, к сожалению, на этом запись прерывается. И в настоящее время уже в рамках уголовного дела назначено проведение экспертиз. По предварительным данным, чтобы избежать столкновения с «Митсубиси», «Вольво» выехала на полосу встречного движения. Там грузовая машина буквально смела «Газель». Губернатор области Михаил Мень отметил, что будет держать дело под личным контролем. Напомним, что в 2009 году в Петушинском районе Владимирской области также произошло серьезное ДТП. Тогда погибли 14 человек.